Вот страшно наблюдать за этими цифрами, Евгения, по разводам. Мы видим, что идет разрушение семей. Год и семьи нет. Может быть, два года семьи нет. Почему это происходит, вот сразу же, если мы берем после свадьбы, и как вообще с этим справляться? Потому что вот, что мы говорим про людей православных, кто в церкви, что про людей, которые вне. Вот кажется, что есть какая-то разница, а увы, увы, это касается всех. Да, к сожалению, это, знаете, может быть, я не знаю, к месту ли я вспомню слова Игнатия Бринчанинова, который говорил о том, что не покусить своей немощной рукой, а остановить то, что дает Бог, то, что идет. И к сожалению или к счастью, но мы люди, которые живут в обществе, и мы подвержены всем тем же искушениям, тем же проблемам, которые подвержены все остальные. Нет какой-то индульгенции, какого-то вот такого понятия, что вот сейчас я повенчаюсь, сейчас вот я все правильно сделаю, я такой молодец, вот все, батюшка нас благословил, вот сейчас у нас вот жили они долго счастливы, умерли в один день. Нет, психологические проблемы все те же самые. Иногда есть проблема внутри семьи, например, один верит, другой не верит, один больше верит, другой меньше верит. И, к сожалению, мы свои страсти иногда очень любим облекать, вот, как сказать, прикрываясь каким-то религиозным догматом, или там, ну-ка быстро сделай то, что я хочу, вот в Библии написано, посмотри. И мы начинаем продавливать того, кто живет рядом с нами, будучи в таком фарисейском настрое, например, что я тут праведный, я тут все знаю, сейчас я тебе все объясню, как надо. Это ужасно. Да. Когда используются религиозные вот эти вот методы, как будто мы конкистадоры, простите, негров хотим поработить и цитируем им Библию для того, чтобы показать, что они произошли от хама, и именно поэтому они должны нам покоряться. Это самое ужасное, что может быть. Есть такая поговорка, однако, когда, когда, если в кавычках, конечно, если в семье один появляется праведник, то все остальные становятся мученицами. Абсолютно точно. Похоже, такая история, да. Если говорить так о семье, так надо только одно слово еще сказать, про прощение, что надо помнить, что враг рода человеческого в первую очередь, он получился на первую семью, то есть Тадам и Ева. Почему именно? Потому что на него ненависен само продолжение рода человеческого. То есть он всеми путями здесь старается остановить лишь одно продолжение рода человеческого. Почему? Потому что каждая родившаяся душа, она может прийти к покаянию, к окрещению, а значит родиться в вечность. Человек не рождается только в эту жизнь, а в вечность. Поэтому он ненавистник всего земного, все, что связано с любовью в семье, и, конечно, в вечность, то, что является проекцией в вечности. Да, я не могу с вами не согласиться, потому что мне вот вы раз говорили, у меня пришла мысль такая в голову, что есть такая как бы внезапредание, да, может, меня поправится, что число людей создано для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов, да, ну, может быть, это не совсем. Это аллегория такая. Аллегория, но тем не менее, если каждая новая душа рождается, то, соответственно, приближается конец сатане, да, его царство, ну, он не царствует, конечно, в мире, но его деятельности, скажем так, да, потом будет огненное озеро и конец всего мира. Поэтому каждая рождающаяся душа очень важна. Поэтому такая жуткая борьба за даже вот аборты, да, за любую человеческую жизнь, которая появляется, да. И внутри семьи вот то, что я начала говорить, что венчание – это венцы же, кроме царства достоинства, это еще мученические венцы. И мы должны понимать, что мы вступаем в брак для того, чтобы спасти свою душу, спасти того, кто с нами, родить детей, да, родить много детей, перевести их по возможности, возможности к Богу. Не надо их прямо вот на аркане туда заталкивать, потому что есть свободная воля. И самый мудрый педагог – это Господь наш Иисус Христос, потому что у него столько терпения. Он смог каждого из нас дождаться. Вот, например, я пришла уже там в церковь в 27-летнем возрасте, и он дождался, пока я ходила путями какими-то там, не теми, когда надо, да, и я не стояла, как свечка в церкви там в 15 или в 10 лет. Я всегда родителям говорю, что будьте осторожны. Да, вам очень хочется их поставить около подсвечника, чтобы он ровненько стоял, но внимательно, к душе, да, у него должно быть личное отношение с Богом, у него должна быть любовь, у него должна быть молитва такая искренняя. Не поломайте вот эту свободную волю в ребенке, будьте осторожны, не передавливайте. И в семье, внутри семьи, надо проявлять очень большую деликатность, очень большую любовь друг к другу, да, не прикрываться. Часто это и мужчины, и женщины в семье, неважно, муж и жена так действуют. Они очень часто, прикрываясь батюшкиными благословениями, там еще какими-то вещами, они четко продавливают то, что нужно им. Им так кажется, и они продавливают свое. Потому что все... Понимаете, Господь, когда пришел, и вот он там проповедовал, ходил по Палестине, он всегда, понимаете, он никому не навязывался, не хватал за руку, не тащил. Это же как история про отца Илья. Потому что, когда рождается, тут, тут, у меня батюшка, батюшка благословил. А потом понимаешь, что это в большинстве своем человек так додумал, услышал, и ничего подобного там даже на беседе не было. Вот именно то, что мне хочется, я и пытаюсь продавить. Оттуда и рождаются эти слухи. Ну, к сожалению, да, самость, ветхий человек, он в каждом из нас присутствует, да, вот эта несовершенная часть, которую мы должны побороть, да, силой воли, молитвой, пониманием своего несовершенства и обращением к Богу, отец Элии, его слова. Он говорил, Бог к нам ближе, чем воздух. Вот это надо помнить, что Бог всегда рядом с каждым из нас, и не забывать о том, что, во-первых, он нас видит, а во-вторых, он нас любит очень сильно. И также стараться любить того, кто рядом с тобой. Марина, вот ваша история. Вы пережили развод родителей. Как ребенку вообще там справиться? Как его уберечь от этого? И что это вот вам дало для вашей семьи? Вот вы видели этот пример. У меня замечательные родители, чудесные, которых я очень люблю. И так сложилось, что вот они развелись. Почему-то вот у меня был период, когда несколько лет я чувствовала себя никому не нужной. Хотя и со стороны папы, и со стороны мамы было много внимания, но просто вот был такой период в жизни. Я была некрещеная. Потом мама привела нас в храм с братом. У нее была сложная ситуация. Она крестила нас, когда мне было 11 лет. И для меня вот тот приход в храм, это было... Я просто приходила в храм, я не знала Отче наш. Я не знала никаких молитв, я не знала заповедей, я не читала Евангелие. Я просто помню, что я вот стояла в храме на Соколе, где казанская икона Божьей Матери. Я помню, что мне было... Ну как бы мне было хорошо, хорошо. Я не могла этого объяснить. Я какие-то вот эти вот детские... Вот эту боль какую-то, что-то еще... Это как-то вот все растворялось и уходило. Я... Знаете, вот то, что сегодняшняя тема про брачный пир, про распуть и про сброд, это абсолютно про меня, потому что... Это про нас. Простите, кого обидел. Я точно знаю. Это абсолютно, потому что... Из полного такого неведения из атеистического общества вот этот период. И так получилось, что как раз, когда я пришла к вере, вот так вот интуитивно, и начался такой, знаете, какой-то очень крутой замес в жизни. То есть я занималась театральной студией. Дальше я в 14 лет поступила в ГИТИС. Это был 90-й год, то есть когда страна рухнула, когда вот этот вот голод, развал, и все вот это вот... У меня такой ранний студенческий брак. Я родила сына. И вот про вот эти вот дары божии, вот этот брачный пир, вот эти вот явства. Ну я не знаю, как это объяснить, но это... Я просто понимаю, что вот каждый вот этот шаг удивительный в моей жизни, институт, это дар божий. Там, то, что я попала в театр, мы с Совета, прекрасный, гениальный, грандиозный, дар божий. Семья, которую вот мы чудом сохранили, вот, потому что муж тоже из неверующей семьи, хотя мы сразу повенчались, но это вы абсолютно правильно же не сказали, что это не то, что ты повенчался, и все, ты ходишь такой белый, пушистый, и ничего подобного. Это все вот... И дочки, которые, слава богу, я родила, это все вот эти вот божьи дары, которых я не достойна. И... Я просто... Вы знаете, вы очень правильно сказали про промысел божий. Даже вот сегодня... Мы первый раз встретились с Женей, вот сейчас, когда перед передачей. Вдруг Женя сказала какие-то очень такие нужные, правильные слова, там, про мою какую-то сегодняшнюю ситуацию. Но я еще вот что поняла, то, что вот единственное, что, не знаю, может быть, кому-то мой опыт пригодится, бесполезно надеяться на самого себя. То есть даже, когда ты все понимаешь пошагово, даже когда ты все знаешь, ты все просчитал, но если Господь не благословит, не будет. Я понимаю, что даже вот если ты видишь ситуацию, что она должна быть правильно, должна быть вот такая и все по заповедям, но если ты не просишь Бога о помощи, без Бога не до порога, без Бога не строится ничего. Ну вот это вот... И даже, знаете, вот такой момент еще. Актерская профессия сложная, страстная, театральная, киношная жизнь это отдельная песня. Но я вот помню, был момент, когда спектакль, в котором главную роль играл Юрий Георгиевич Тараторкин, Александр Сергеевич Леньков, Ольга Михайловна Остромова, это был такой хит в театре Моссовета. У меня там была роль гувернантки. И я помню, что я не понимала, что это за человек, что это за персонаж, что с ней происходит вообще. Хотя разбор, все вот грамотно, по Станиславскому. Я помню, что я стояла в храме, я хотела уходить из спектакля, из театра, потому что я не справляюсь. И я помню, что я на литургии сказала, я не понимаю, что это. И потом, вот я даже помню, этот храм на проспекте мира, и там вдруг я четко, я четко увидела, кто она, что она, что это за девочка, где у нее больные места, кого она любит, кого она не любит, зачем она там приходит в это, в это, это вот из тех вот даров божьих, тех вот, которые вот на брачном мире. Господь дает. Про тему разводов послушаем отца Андрея Ткачева. Мне нравится, когда люди живут, себе уже живут. Там он поженился на ней, и вот они, им уже, например, 50, или 55, или 60, у них за спиной уже 30 лет брака. И взрослые дети, и уже беременная невестка. И они говорят, вот теперь мы хотим повенчаться. Вот этих я венчаю с удовольствием. Что я знаю точно, что они не разведутся. И они знают, зачем им это нужно. Они уже начали как-то так молиться, там уже, они все поняли уже в жизни, то, что можно было понять, их возраст, то, как бы, они уже знают, там, ну что, мать, давай уже как-то перед Богом скрепим свой союз. Ну, что уже тянуть уже, что ждать-то? Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова